Приветствую всех, друзья! Мы продолжаем говорить о новостях и сегодня в выпуске. Хабиб Нурмагомедов прояснил ситуацию по поводу возобновления своей карьеры. Конор Макгрегор подписал контракт на бой с Датсином Парье, а также Израиль Адесани нацелен на поединок с Яном Блаховичем. Всем приятного просмотра, и мы начинаем! Чемпион UFC в среднем весе Израиль Адесани настроен провести свой поединок за поезд в полутяжелом весе. Об этом и подтверждал президент UFC Дану Уайт, однако это все было до того, как Гловер Тешейра победил Тиаго Сантоса и стал главным претендентом на титул Яна Блаховича. Босс UFC быстро переобулся и сказал о том, что Гловер заслужил этот поединок. И наверняка именно он подберется следующим. Ну а в свою очередь Израиль Адесани считает, что именно он будет драться за титул, и никакой Гловер Тешейра ему не помешает. Я вполне уверен, что моим следующим оппонентом станет Ян Блахович. Да, Гловер провел потрясающий поединок, он хорошо себя проявил. Если говорить объективно, Тешейра правильно делает, что требует титульный бой, потому что он чувствует, что время уже поджимает, и это его второй шанс. Но я уже занял место в очереди и думаю, что имею на руках правильные карты для того, чтобы наша с Блаховичем схватка состоялась. Не говорю, что Гловер не получит титульный шанс, но я первый в этой очереди, рассказал боец. Друзья, пишите в комментариях ваше мнение, кто должен стать следующим соперником для Яна Блаховича. Ну а мы двигаемся дальше. Вопреки заявлениям главы UFC и своего менеджера, действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не планирует возобновлять профессиональную карьеру бойца. Об этом он заявил на встрече с молодежью в Дербенте. У меня нету планов. У меня нету планов драться. Но я сейчас подерусь еще раз. Там появится еще один претендент, который там выиграл 7, 8 или 10 боев подряд, который он будет назвать борцом с высококлассной ударной техникой. Они же умеют создавать героев, они умеют создавать звезд. Так что я думаю, что это такая бесконечность. Можно драться и до 40, можно еще, как Федор, драться и до 45, но цель же должна быть. У меня была цель забраться на вершину, я забрался. Я думаю, что дальше как такого соревновательного интереса у меня там нет. Потому что, ну, с кем мне там драться? И если даже есть с кем драться, я думаю, что я так, миссия, которая была, которую я хотел там выполнить, я ее выполнил. Ну, сейчас мы, если так посмотреть с другой точки зрения, можно было бы и денег заработать, да, там, на пике славы. Сам понимаешь, там, хорошие там и запросы, и условия, ну, просто цель же другая была. И, ну, что будем, там, деньги в другом вместе зарабатывать. Однако, после этих слов, менеджер Хабиба Али Абдальазиз рассказал о том, что совсем скоро он вылетает в Штат или разговор с Дану Уайтом, и он подметил, что это будет неделовая встреча, в которой они будут обсуждать возможность возвращения. Хотя, я думаю, босс UFC Дану Уайт не упустит такой возможности. Ну, а тем временем, пока Хабиб завершает карьеру, другая звезда UFC Коннор Макгрегор ее возобновляет. И вчера стало известно от многих официальных источников, что боец подписал контракт на бой с Дастином Парье, который пройдет 23 января. Многие фанаты до последнего не верили в то, что такой поединок состоится. Однако, это доказывает то, что Макгрегор все еще хочет конкурировать с сильнейшими бойцами легкого дивизиона. И после ухода Хабиба у бойца вновь появляются большие шансы на чемпионство. Что ж, кто знает, может, к этому моменту UFC сделают пояс вакантным, и Дану Уайт все же решится провести между ними титульный поединок. Что только предаст статусности данному противостоянию. Хотя каждый бой Макгрегора, будь он за пояс или нет, всегда привлекает огромное внимание фанатов. Друзья, на этом хочу сказать спасибо всем тем, кто досмотрел этот выпуск до конца. Также мне будет приятно, если вы поддержите его лайком и подпишитесь на мой канал. Всем пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok